С добрым утром, девочки и мальчики! Привет, друзья! Это утро мы начинаем вместе с Хрюшей, Мариной Яковлевой и большим другом нашей программы, профессором Николян. Доброе утро! Доброе утро, Марина! Привет, Хрюша! Здравствуйте, ребята! Ура, ура, ура! Значит, будет весёлое занятие. Здравствуйте, профессор! Мы уже готовы начинать. Сегодня я буду рассказывать про вакуум. А кто-нибудь знает, что это такое? А я знаю. А я нет. И мне кажется, что ребята тоже не догадываются. Ничего страшного, я сейчас всё объясню. Вакуум – это область пониженного давления. Это вакуумная установка, это вакуумный насос, а это мой помощник – резиновый ёжик. Очень приятно познакомиться. Ёжик-помощник! Подождите, а я хочу с ним познакомиться. Так. Ой, какой! Какой симпатичный ёжик! Ну что, готовы к опыту? Конечно, я готов. Здорово. Наш ёжик на самом деле похож на воздушный шарик, потому что внутри его оболочки также есть небольшое количество воздуха. А это устройство похоже на насос. Беру нашего ёжика и размещаю его под куполом. Ёжик сейчас имеет небольшой объём, потому что внутри него есть небольшое количество воздуха. А давление у нас пока что обычное. Итак, внимание! Что же будет с нашим помощником? Проведём эксперимент. Один, два, три! Смотрите, друзья, что сейчас произошло. Так. Мы откачали воздух из нашей установки. Внутри давление стало намного меньше. А внутри ёжика количество воздуха не изменилось. Давление осталось то же самое. И в итоге наш ёжик увеличился в размере. Мы создали вакуум, и наш ёжик вырос. Но сейчас посмотрите, что произойдёт, если я отсоединю нашу установку и снова запущу воздух внутрь. Один, два, три! Ой, какой! Воздух вышел! А ёжик остался приедем. И наш ёжик, конечно же, целый и невредимый. Очень интересно изучать физику на таких наглядных примерах. Правда, ребята? А мне понравился опыт с вакуумом. А есть ещё что-нибудь интересненькое? Конечно. Вот, например, можно ли заставить воду бурлить и кипеть, не нагревая её? Ну, нет, конечно. И даже маленькие дети знают, что кипит только горячая вода, когда температура достигает 100 градусов. Ой. Хорошо. Я взял с собой стакан с водой. Марина, потрогайте воду. Горячая, наверное. Потрогайте. Прямо можно пальчик внутрь опустить. Это обычная вода из-под крана, даже не горячая. Да, всё нормально. Комнатной температуры. Да. Супер. Возьмём нашу воду. Воспользуемся нашей вакуумной установкой. А теперь смотрите внимательно, что будет происходить с водой. Стоит нам уменьшить давление внутри. Проведём эксперимент. Эксперимент. Да. Интересно, интересно. Пожалуйста. Бурлит. Видели? Кипело. Да, видели. Вода действительно кипела. А как это получилось-то? Я не понял. Ну, друзья. На самом деле, конечно, скажу вам по секрету, вода не нагрелась. И она не вскипела. За счёт того, что внутри любой воды есть небольшое количество растворённого газа воздуха, как только мы уменьшили давление внутри, то стали подниматься пузырики именно этого растворённого газа внутри нашей воды. А вода при этом осталась точно такой же температурой. Как и была. Как и была. Можешь ли я потрёгать? Конечно. Да, стакан холодный. Не нагрелся. Вот они, научные чудеса. Удивительно. Марина, мне кажется, я умнею прямо на глазах. Правда? Ну, конечно, правда. Но закрепить материал никогда не помешает. Угу. Значит, срочно. Так. Нужен ещё один научный опыт. Профессор, проведёте? Конечно, проведём эксперимент. Кстати, друзья, вы теперь стали ещё умнее. Ещё умнее, да. И точно можете сказать, а где же можно увидеть настоящий вакуум? Только там ещё очень-очень холодно. И это не на Земле. Ой. Так, а где? В космосе. В космосе. В космосе, конечно. Там же нет частиц, которые создают давление. А это значит, там абсолютный вакуум. Именно поэтому наши космонавты используют скафандры, чтобы обеспечить внутри нормальное давление. Так вот, представьте себе, чисто гипотетически, если бы в космосе была нормальная температура, можно было дышать воздухом. И космонавт такой решил, хочу побриться, у него бы получилось побриться. Я не знаю. Я думаю, что нет. Как у него получилось бы побриться, наверное. Но для этого нужна пена для бритья, да? Пена. А что же будет с пеной для бритья в вакууме? Она будет летать. Вот это мы сейчас с вами и выясним. Итак, беру стаканчик, беру флакон с пеной и выдавливаю небольшое количество пены внутри стаканчика. Поможет ли наш вакуум в этом? Итак. Готовы? Вот интересно. Готов. Один, два, три. О, надо же, как она увеличивается. Ух, посмотрите, из небольшого количества пены. Видите, что произошло? Я сильно уменьшил давление внутри, и даже небольшого количества пены хватило для того, чтобы ее стало очень много. Ну а теперь кульминация. Давайте отправим стаканчик с этой пеной в полет. Давай. Что я сейчас сделаю? Здесь у нас находится клапан. Я его открою. Внешний воздух устремится внутрь купола. И посмотрим, что же произойдет. Проведем... Эксперимент! Ох ты, ох ты, ох ты, ох ты, ох ты. Да. Ой, ой, как весело. Так, ну что ж, профессор, спасибо, что пришли к нам в гости. Еще придете? Обязательно приду. А новые эксперименты фокуса будут? Конечно. Будем очень ждать. И не забывайте заглядывать в мой инстаграм. Хрюша, нижнее подчеркивание, класс. Там классные фото и видео. Обязательно, Хрюша. А вы, ребята, не переключайтесь. Впереди много интересного. Смотрите канал Карусель. С добрым утром, девочки и мальчики. Удачного всем дня. С добрым утром, малыши. С добрым утром. Продолжение следует...